В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы торжественно вручаем самым достойным офицерам генеральские погоны. Честуем выпускников высших учебных заведений. Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины, кто, присягнув стране на верность, бережет мир и обеспечивает безопасность жизни и деятельности людей. На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности, в период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять. Ваши профессионализм, высокие моральные качества, стремление самоотверженно защищать свою землю – гарантия мирной и созидательной жизни белорусского государства. Именно вам, офицерам вооруженных сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела. Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость станет совместное оперативное учение Вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза-2019». Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения. Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны. Защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств. Это долг офицеров, органов внутренних дел. На сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям возлагается ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактику и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне вашего особого внимания эксплуатация белорусской атомной станции. От выпускников пограничников с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере. Ну а сотрудникам спецслужб необходимо сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе, принимать меры по недопущению нанесения экономического ущерба нашему государству. Мое напутствие всем выпускникам. Всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Примером доблести и честного служения отечеству является для нас военнослужащие удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного и достигнутая ими планка очень высока. Сегодня одним из лучших тем, кто своим профессионализмом, верностью долгу и преданностью Родине заслужил это высокое звание, также будут вручены генеральские погоны. Уважаемые офицеры, белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране и знает, что находится под надежной защитой. Будьте достойны этого доверия. Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны, всем офицерам стремиться к достижению этой вершины. Поздравляю вас с началом нового профессионального этапа в вашей жизни. Желаю здоровья, сил, успехов, служения отечеству во имя мира, благополучия нашей Беларуси. АПЛОДИСМЕНТЫ БУДЫСМЕНТЫ Генеральный закон БУДЫСМЕНТЫ БУДЫСМЕНТЫ В общем, первые они изготовили. Б catерDI Palest�ы БТА В ДВЕРА БУДЫСМЕНТЫ БУДЫСМЕНТЫ ГАЛИЗМЕНТЫ БОДЫСМЕНТЫ Температу Бo sayaphut tonj Продолжение следует...